Всем привет! Мы на 12-м уроке по кибернетис. На этом уроке я вам расскажу, как создавать и управлять Helm Charms. Ну и, конечно же, расскажу, что это такое. Итак, представьте, у нас обычный кибернетис-кластер. И мы собираемся задеплоить наше приложение, которое написано в манифест-файлах. Вот, допустим, у нас всего лишь два файла, простенькие такое приложение. Каждый объект расписан в отдельном файле. Что обычно делать? Не пишет все в одном файле для простоты редактирования. Но при этом наше приложение может быть намного больше. Не два файла, не два объекта кибернетис, а намного больше. Там ingress, допустим, rule и куча всяких других. Ну, у нас простое. В общем, как мы это деплоим? В принципе, просто kubectl, apply и название файлов. Готово. Задеплоили, молодцы. Что, если вам нужно это приложение? Сделать его дубликат и задеплоить его еще раз, только с другими немножко значениями. Ну, так как все значения там хардкоды, да, явно в файлах, нужно сделать просто дубликат этой директории, в принципе. И отредактировать эти все файлики. Представьте, у нас их не два, а намного больше. И задеплоить это еще раз. Готово. А что, если еще раз нужно задеплоить это же приложение, только с еще другими параметрами? Опять же, дубликат делаем, изменяем внутри файлы и деплоим. То есть, видите, как бы это дублика, 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 в общем, очень много файлов, в принципе, это все одно и то же, одни и те же файлы, просто маленькое значение это внутри как-нибудь меняем и все. Это может быть, как говорится, сложно, если это огромное количество файлов и огромные приложения. Для этого, в принципе, используется Helm. Сейчас я вам покажу, как делается с Helm. У нас кибернетис-кластер, но мы еще инсталируем Helm. Helm это такое C-like, как говорится, команда такая одна, один файлик всего лишь, что нам нужно будет скачать и все. Упаковка нашего приложения в Helm называется HelmChart. И вот наше приложение в HelmChart, как будет выглядеть. Это то же самое. То есть, как вы видите здесь, наш файл deployment идет в директорию templates. Наш файл сервис идет в директорию templates. Все наши YAML файлы, в принципе, которые принадлежат нашему приложению, идут в директорию templates. Директорию, как называется, chart, вообще можете назвать как угодно. MyChart и все. И внутри templates файлы, где наши YAML. И еще два файла, как вы видите. Да, ну, кстати, эти файлы нужно будет немножко отредактировать. Я вам, конечно, покажу, как все это делается. Так как у нас все hard-кодит там, а все параметры, которые hard-кодят, нам нужно взять из них variables, то есть переменные, что мы сможем их менять. Ладно, давайте посмотрим, что еще за два файла вот эти есть. Values это дополнительный файл, в котором мы обозначаем default values, значение по умолчанию на всякие переменные. Допустим, я сделаю так, что у меня будет всего лишь две переменные. Будет контейнер имидж, какой имидж мы используем, докер. И реплика аккаунтов. Сколько реплика аккаунтов. Вот и все. Сколько подов типа поднять. И вот так вот. И это по умолчанию будет использоваться. То есть здесь мы обозначаем, какие по умолчанию, а внутри этих файлов мы сделаем, что variables, вот эти variables использовать. Окей, что такое chart? Chart это такой технический файл, в котором просто указывается техническая информация, что это информация о этом чарте. Что это за предложение вообще? Что все эти файлы вообще делают? Ну, это, короче, я написал тут my helm chart for kubernetes, тип application. Это версия, это версия helm chart, потому что helm chart тоже может версию быть, ну, вы тоже можете редактировать его. И application версия, типа, какая версия приложения, которое здесь вообще деплоится. Ну, это так, можете указывать. И, в общем-то, и все. Вот так вот оно просто разделяется, наше предложение. А как это теперь деплоится? А деплоится это командами helm, не kubectl, а командами helm. И деплоится оно вот так. Helm install. Название нашего, короче, это какой, чарта, типа, да? И откуда. И все. Если вот так вот это мы запустим, задеплоится все вот эти файлы и значения, которые там будут, вот эти возьмутся, по умолчанию. Но если мы хотим задеплоить и изменить что-то, да, допустим, ну, как изменить, короче. Можно создать новый файл, yaml, какой-нибудь наш. Если, допустим, здесь, представляете, не два этих переменных, а очень много переменных. То есть, короче, создаем наш yaml файл и прописываем наши все переменные. И запускаем это вот так вот. Helm install, application, допустим, 1. Откуда все, где наш helm chart. Минус f и файл, допустим, prod values, там, или staging values, да, что-нибудь такое. Также, если мы хотим запустить helm chart и изменить какой-нибудь один из этих переменных, причем не хотим какой-то файл делать, то можно запустить вот так. Минус минус set пробел container.image, container.image равняется и чему равняется? Я также мог бы еще один сделать здесь, минус минус set, то есть, ну, еще одну переменную. Реплика count равняется 3, 4, 5, не знаю, что такое. Можно, кстати, да, в комбинации это сделать. Файл с вашими переменными и какую-нибудь определенную переменную overwrite, как бы здесь. То есть, все, что здесь в этом файле вы прописали, да, какие переменные, они перезапишут default values, а которые вы не прописали, возьмутся из default. И также всегда можно назначить вот такую переменную, то есть, вот такое, здесь, сказать, пробела не хватает, блин. Закосячил из пробел, может быть. В общем, как все это делается, сейчас вам все покажу, расскажу, да, и покажу, как сделать чарт, как его запустить, как его за деплойте. Я также покажу, как деплойт готовые чарты, потому что уже есть миллион, ну, не миллион, ладно, много чартов, то есть, много приложений, которые уже сделали для нас, которые можно легко деплойт для кубернетис, используя чарт. Helm chart. Ну, за деплойт, там, веб-сайт готовый. Ладненько, поехали. Мы на официальном сайте Helm, Helm.sh, Helm это Package Manager for Kubernetes. То есть, это наше приложение, запакованное в такой чарт, и для кубернетис, да, и не слишком много говорит, да, но я думаю, после презентации, которую я вам показал, немножко проще становится. Окей, давайте инсталируем. Инсталировать это супер просто, вы даже не представляете, как. Вот, Get Helm. Можно, видите, инсталируйте вот так, можно через Chocolate, Ress, Cook, короче, всякие Package Manager, которые, не знаю, какие-то идиотические. Но можно просто скачать, видите, Download a Binary, самое простое. Это один файл, это реально один файл. Я на Linux Ubuntu, поэтому мне нужен на Linux AMD 64-bit. Вот, видите, это tar.gz. Поэтому берем Copy Link Location. Переходим на наш Linux. Так, мы на нашем Linux, да, кстати, вам покажу сразу. Cube CTL. Вот, у меня я уже настроен, ну, есть у меня Kubernetes Cluster, в AWS я его поднял. Пустой, в нем ничего нету. Deploy, в нем ничего нету, не подав, ничего. Но я вообще на него поднял, это только Ingress Control. Просто где-нибудь есть, в кручете, пустой. Супер. Ладно, давайте сделаем директорию какой-нибудь Helm. Да, заделать директорию, она пустая. И скачаем сюда наш Helm. Вот, файлик, это архив. Скачали, давайте распакуем. Распаковать этот tar. Minus XF и имя файла. Распаковали. Она распаковалась в директорию Linux AMD. Давайте зайдем туда, посмотрим, что там есть. Там есть вон, Helm один файл, бинарный файл. Все супер, нам нужно просто его sudo. Move. И давайте закинем его куда-нибудь. slash bin, в директорию bin. Все, готово. Теперь вот это все, включаю директорию. Стираю. И теперь, кстати, я запущу Helm. Он уже работает. Видите, он уже во все работает. Выдает тут всякую фигню. Короче, в общем, есть всякие команды, саб-команды. В общем, много всего интересного. Все чудно. Может, кстати, проверить, какая у нас версия. Версия 3.5.2. Окей. Все. Мы можем запускать Helm команды. Чудно-причудно. Теперь давайте посмотрим, что у нас есть. Я уже сделал folder lesson12 Helm Charts. И вот наше приложение, которое я уже продублировал три раза. Это одно и то же приложение. И чем он отличается? Давайте я вам покажу. Splitrite. Splitrite. Это одно и то же. Единственное, что поменял. Смотрите, здесь MyWeb деплойм. Здесь MyWeb 1 деплойм. Здесь MyWeb 2 деплойм. Здесь MyKubernetes деплойм. Здесь MyKubernetes 1 и MyKubernetes 2 деплойм. Все остальное. KGB Project. KGB 1. KGB 2. Здесь KGB 2. Здесь то же самое. И вот видите, image. Здесь latest. Здесь version 1. Version 2. То есть, в принципе, это одно и то же. Одно и то же. Абсолютно единственное. Я менял параметры какие-то. А что в сервисе 2? Это позакрываем. Сервисы тоже самое. Один и тот же файл. Второй я поменял несколько параметров. Вот и здесь под... Просто здесь под 1, здесь под 2. Здесь KGB 1, KGB 2. Здесь Applistener, Applistener 1. Здесь Applistener. Все. То есть, в принципе, если мы заменим это на variables, все точно так же можно использовать. Не надо быть такой огромное количество файлов. Поэтому, что мы сейчас будем делать? Мы с вами сейчас будем делать чарт. Самый наш первый хелм чарт. Давайте создадим какую-нибудь директорию. Назовем ее chart. Денис. Теперь в ней нужно взять еще одну директорию. Помните, которая называется templates. Шаблон. Вот я теперь сделал. И перекинуть наш дипломентный сервис. Делаем копии. О, они там. Супер. Теперь еще нам нужно сделать файл. Это называется values. Values.yaml И последний файл. Chart с большой буквы. YAML. Все. Вот этот, в принципе, наш такой скелет, готовый для нашего чарта. Кстати, этот скелет можно сделать автоматически. Только он будет очень, очень, очень большой. Сейчас вы увидите. Зайдем в lesson 13. И здесь запустим хелм. Create. Create. И название. Допустим, chart auto. Так я его назову автоматически. Что создалось? Видите, создалось фолдер. И в нем очень много всего интересного. В принципе, как бы полезные вещи, в принципе, есть. Chart. Пустая. Templates. Здесь видите, огромный. Еще внутри есть тест. Короче, куча, 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 куча файлов. Если так в них гляньте. Вид тоже расписано. Дипломент отдельно. HPA. Ingress. Service. Service account. И загляните внутри. Видите, здесь, короче, в общем, здесь что-то. Это как бы такой пример, чтобы вы вообще понимали, как оно вообще делается. Здесь как-то немножко для начала это немножко сложновато. Слишком как-то есть много всего, что и хрен поймешь, что делать. Короче, это автоматически. Нам такое не надо. Слишком много и слишком непонятно. Мой, я думаю, совсем все понятно. Templates. Наши два яма файла. Chart и Values. Чудно. В Chart. Давайте здесь пропишем самые-таки техническую информацию. Вот техническая информация такая будет. Можно здесь application version 1, 2, 1, 2, 3 будет такая. Еще сюда можно добавить, кстати, очень-очень много всякого другого. И вот, допустим, я добавлю еще вот так. Keywords. И maintainers. Кто поддержит. Как бы, ну, здесь реально техническая информация. Ничего интересного. Теперь. Values. Подождите. Здесь будут default values для наших переменных. Давайте зайдем сюда и сюда. Что нам нужно здесь в этих файлах изменить? Ну, я бы изменял бы, конечно, deployment имя. Потому что одно и то же deployment имя не может быть. Нужно их менять. Реплика менял бы. И имидж менял бы. Да, в принципе, и все. Ну, чтобы человек назначал только два имя. То есть, ну, как пользователь, как мы, сможем только реплику менять и имидж. Все остальное будет автоматически делаться. Сначала давайте заменим наши реплика и имидж на переменные. Для этого нужно назвать, как эти переменные будут называться. Это называться будет values. Здесь наши default values. Вот. Default values for my helm chart. И здесь это яму формат. Как угодно, в принципе, может не называть. Допустим, можно даже вот так. Image просто. И называть, какой default image будет. Default image будет вот такой. HP latest. А можно не так. Можно назвать уже красивее. Сгруппировать наши переменные. Сих много будет. Да, допустим. Контейнер. Тогда это сюда. Вот так вот сделать красиво. И еще давайте реплика. Будет у нас тоже. По умолчанию будет 2. Вот все. Две переменные. Контейнер image и реплика каунт. Все. Сохраняем. Все готово. Все. Наш чарты values файл готов. Теперь, как мне использовать это дело? Как мне использовать это дело? Вот. Не здесь. Вот здесь. Да. То есть, мне здесь нужно заменить это на переменную. И вот это на переменную. Делается это очень просто. Стираем это, конечно же. Открываем такой джинджа. Это в этом. Ванси были такие, короче, эти скобки 2 штуки. И дальше пишем. Точка values. Большую букву, кстати. Точка. И values. То есть, можно сказать, это как обращается к файлу вот этому. К этому файлу. То есть, из этого файла взять какую переменную? Реплика. Аккаунт. Мы же ее так назвали, правильно? Можно открыть ее здесь. Смотрите, мы же назвали ее, да? Реплика. Аккаунт. Все. Все. То есть, оттуда брать переменную. И вот это дело мы тоже стираем. Открываем такие двойные скобочки красивые. И пишем точка values точка контейн. Можно просто копипестами делать. Чтобы точно не ошибись. Да, здесь точка ставится просто. И имидж. Потому что там вдруг еще порты у вас есть. В общем, много уже можно понадобить. Поэтому группируйте так красиво. Можно сказать, все. В принципе, мы можем задеплоить наше приложение. Оно уже будет работать. Только если мы пытаемся задеплоить еще одну версию, оно не будет работать. Потому что deployment имя одно и то же. И это нужно заменить. Давайте заменим это на... Когда мы деплоим, мы запускаем команды helm. Мы пишем, как будет deployment назваться. Up, Up1, Up2. Вот это имя давайте здесь использовать. Up, Up1, Up2. И все. Up deployment, Up1, deployment, Up2. Что такое? То есть, мне здесь нужно вставить название helm от этого deploymentа. Helm deployment, кстати, называется release. Не знаю, как это назвали release. Поэтому есть такая переменная в helm, которую вы можете использовать, которая называется release a name. То есть, смотрите, что я делаю. Я стираю вот до сюда. Открываю двойные скобочки. И здесь пишу такую штукенцию. То есть, что здесь вместо этого deployment name будет такой релизный минус deployment. Классно, очень, в принципе, нормально. Лейбл давайте все теперь переназначаем вот так вот. Здесь так вот сделаем. Чудненько. Что нам еще нужно поменять? Project давайте тоже поменяем на release name. Здесь то же самое. Project поменяем на это дело. Здесь то же самое. Вот так вот. Все здесь у нас все переменными стали. Переменные, причем у нас, которые мы назначаем, только две. Вот эти values. Вот это и вот это. И вот это. Все остальное это берется, ну, release name автоматически. Все. Теперь в сервис нам тоже что-то нужно поменять. Правильно? Ну, здесь проще. Здесь вот это все давайте заменим на release name сервис. Лейбл составим, черт с ними и project это тоже поменяем. И, наверное, давайте еще сделаем вот здесь тоже. Listener. Release name listener. Все. Готово. Мы сделали из нашего, из наших файликов полноценный чарт. Helm chart. Я почему-то называю charm все время, как бы путаю. Ну, в общем, все. Мы, в принципе, молодцы. Мы герои. Все сделали. Можно запускать. Реально, мы сейчас можем задеплоить наш вот этот Helm chart. Давайте так это и сейчас и сделаем. Так, вот у нас chart и Dennis. Давайте задеплоим по умолчанию. А, кстати, смотрите. Команды Helm. Кстати. Helm list. Показать, какие диплойменты через Helm были сделаны. Ничего не было сделано. Супер. Поэтому мы сейчас задеплоим первое. Первое, как делается это все. Install. Назовем его app. Да? Давайте назовем это app. И путь. А путь вот такой. И все. Запускаем. Если мы где-нибудь не ошиблись, он задеплоит нам версию нашего этого Helm chart. Все. Статус деплоит. Смотрите. Если я запустил Helm list, он сейчас покажет, что application app деплоит. Видите, app. Внизия первая. Деплоит. Чарт. Какой чарт использовался? Версия 1, 2, 3. Тоже мы прописали там. Теперь, кстати, смотрите. Запускаю команду kubectl. kubectl get pods. Видите, два пода. А почему два пода бежит, кстати? Скажите, почему два пода? Потому что values у нас здесь по умолчанию два. А мы сейчас все делаем по умолчанию абсолютно. И что еще? Get deploy. Deployment у нас тоже есть. Ну и сервис, конечно же, у нас есть. По которому мы сможем найти load balancer. Во, вот наш load balancer, кстати. App сервис, видите, он назвал его. Красивые такие названия, я считаю, что очень хорошо. Давайте просто скопируем это дело. И если load balancer уже успел подняться, это больше берет немножко, ведь 49 секунд пока, то наше приложение должно отвечать. Так, ставим наш url. Во, hellofranc и применяйтесь, уже работает. Чудно, чудно-причудно. Все работает. А на это может закрыть. Давайте за диплоем еще один раз. Только теперь я хочу, где наш он стал, я хочу диплоить это как app1. И я хочу изменить имидж. Имидж. Делать так. Set container image. Равняется, какой имидж хотите? Давайте у меня там еще версии есть. VH 3000 kfps kbernetis hp version 1. И, кстати, можно еще сделать вот так, даже еще давайте. Set, еще реплики два сделаем. Нет, три реплики, чтобы было. Реплика count равняется 3. То есть мы сейчас default values перезаписываем. То есть overwriting делаем. Инсталируем. Смотрите, одной командой мы диплоим сразу. Там может быть очень много файлов же ямл было. С одной командой все делаем сразу. Готово. Давайте запустим helm list. Во, диплои, ответьте, чудно. Давайте посмотрим services. Вот наш app 1. Можно будет его проверить. Там поделить будет версия 1. И давайте запустим под. У нас должно быть три под. Да, application one. Да, application one три пода. Работают уже. Кстати, мы можем текущий deployment helm проапгрейдить. То есть изменить какие-нибудь вещи. Допустим, смотрите, мы сейчас задеплоили application one с тремя репликами. Давайте сделаем четыре реплики, допустим. Как мы это делаем? Где наш диплоимент? Вот. Только не, helm не install, а helm upgrade. Application one. Отсюда. И set реплика count. Только четыре доставим теперь. Да, давайте. Если мы запустим get pods. Ну, видим, ведь уже четыре. И хелм лист. Умите, revision 2. Он написал, что это вторая версия уже. Уже одна была. Можно возвращаться, конечно, на предыдущей версии. Окей. Давайте проверим, что там все работает. Нам нужно сервис, да, знать. Свести. Вот наш application one. Там должна быть совсем другая имидж. Вот это, как бы, такая версия. Да, это другая версия, это вершина 1. Все, супер работает. Отлично. Так, это можно закрыть некрасивый такой. Супер-пупер. Теперь давайте задеплоим это, включая текущий файл с variables. То есть я, можно сказать, здесь сделаю один файлик. Там будет prod-values, да, точка yaml. И, знаете, самое проще взять вот эти values. Скопировать их сюда. Извините, как хотите. То есть, допустим, не знаю. Реплика здесь, ну, 4, да? На application. На продакшен он уже 4. И, не знаю, какой-то имидж продакшен сюда вставляем. Это будет версия application 2, допустим, еще даже, да? Вершия 2 еще, напишу вот так вот, знаете. Готово. И теперь, help install up 2, это у нас будет, да? И откуда? Если я запущу так, это он возьмет default values. Но я не хочу default values, хочу my values, с этого, с prod values. Minus f, prod values. Готово. Ну-ка, запустим наш help list. Супер. Видите, как мы все красиво задеплоили. И, кстати, SVC. Давайте возьмем SVC. Возьмем этот load balancer. Наш application 2. Там должен быть версия 2 в нашем приложении. И, кстати, подов. Давайте get pods. Должно быть их только тоже 4, да? Да, application 2 тоже 4 пода. Супер-пупер. Попробуем открыть этот load balancer. Да, у нас работает version 2. Все готово. Мы задеплоили все. Давайте закроем. Чудно. Теперь, что можно сделать с этим char. Как бы его все. Его можно, в принципе, использовать. Можно сделать репозитори вообще целую для Helm. И закинуть туда. Можно его запаковать в версию такую, в общем, прикольную. Сейчас я покажу. Helm. Package. Package. И делаем это, чтобы директория. Chart. Смотрите, что он делает. Successfully package chart and save it in. Короче, файл. Видите, такой сделал. Вот он. DGZ file, короче. Все. И можно инсталировать прямо оттуда, кстати. Смотрите. Helm install. Назовем его, не знаю. App4, да? И откуда? И вот с этого файла. Helm, то есть, стиги, как у вас? Архива вот этого. То есть, запакован нашего файлика. Сейчас он будет использовать default. Потому что я ему ничего больше не даю. Но сейчас он инсталирует наше же предложение. Версию четвертую, можно сказать, как будто бы. Еще одно приложение, используя вот этот файл. Можно инсталировать еще так. Не с директории, а из готового файла. Helm list. Вот, и дали. Еще раз задеплой. В общем, короче, деплойм по полной программе тонну всего. Здесь, кстати, версия чарта, видите. Когда вы, если редактируете сам чарт, он берет оттуда, когда вы запускаете Helm Package, он просто идет туда в этот файл чарт. Вот этот файлик, берет вот эту версию и добавляет его к названию архив. Все супер-пупер. Вот так это все работает. Ну, давайте я вам покажу, наверное, как задеплойить какой-нибудь Helm Charts интернет. Чарты можно искать. То есть, они здесь зарегистрированы командами Helm Search Repo, допустим. У меня никаких Repo нет. Грустно. Правда? Можно так и искать Search Hub. Она не понимает, что сейчас происходит. Я, допустим, хочу поискать Apache. Патчи, да, что-нибудь такое. Сейчас, 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 сейчас поймите. То есть, Helm может искать чарты готовые в всяких местах. Вот Hub, это как бы такой общий Hub. Находится Artefact Hub, где куча чартов есть. И вот вы видите, что это такое вообще. Что это такое, откуда его брать, какие версии, бла-бла-бла. Насчет Repo, почему команда Repo не сработала? Потому что у нас Repo нужно добавить. Куда еще будет смотреть, где этот Search будет работать. Сейчас вам покажу. Мы добавим одно Repo, что мы будем деплойить сейчас чарт и Apache сервера BitNami. Вот есть сайт BitNami.com. У них куча всего есть. И вот у них есть Apache. То есть, веб-сервер, обычный веб-сервер. Бла-бла-бла. И здесь они говорят, видите, что нужно запустить? Запустить вот так вот, простенько. Инсталируйте, добавьте BitNami. То есть, это как вы? Добавьте репозитори BitNami. К вам. Давайте, давайте это сделаем. Добавляем. Чудно. Теперь, если я запущу Helm Search Repo. Видите, теперь он выдает все, что есть в Repo. Который в нем записан. Вот, видит, целая куча-куча-куча-куча всего. Мы будем использовать этот BitNami Apache Charm. Версия Charm такой-то, application версия такой-то Apache веб-сервер. Все просто. Как мы его деплоим? В принципе, на сайте у них-то и написано. Все просто Helm install. My release, то есть, называйте, как хотите, да, и BitNami. Вот это BitNami Apache. Давайте попробуем прям так, без всяких. То есть, Default Values. Потом еще Values поменяем. Назовем теперь это, давайте, WebSite Apache. Кучу всего выдал. Но это нормально. Это тоже, ноутс это окей. Ну, просто я не добавлялся в нутс. Все деплоит. Helm list. Что у нас там задеплоено? Apache веб. Тоже, видите, задеплоит. Давайте этот, как его возьмем. Нам нужно шутки. Load Bouncer взять. По умолчанию там Load Bouncer сам создает. Cube CTL. Get SVC. Web Apache. Вот он. Load Bouncer. Попробуем открыть это дело. Сработало. А теперь давайте попробуем использовать этот чарт. И использовать всякие variables, которые там есть. Для того, чтобы задеплоить наше приложение. Для этого давайте перейдем вот сюда. Я на сайте этих чартов. Вот. Вьетнами Apache, контейнер чарт. Документацию уже почитать немножко побольше. Вот. Здесь куча всяких параметров. Вот видите, вот параметры, параметры, параметры. Что можно изменять? И что мне нужно будет поменять? Это вот здесь несколько параметров. То есть можно взять страничку с другого сайта. С другого гид, с гид хаба какого-нибудь. Вот параметров несколько штук. Короче, сейчас мы их используем. Будем использовать. Enable нужно сделать. Вот эти три, если я не ошибаюсь. Да, только вот эти три. Бранч, где наши репозиторы, где наша страничка будет лежать. Перейду в гид хаб. Здесь есть страничка публичная. Можете использовать Simple WebPage. Вот. Simple WebPage. Вот я хочу задеплойить вот эту страничку. Использую этот чарт. Чудненько. Где-то наша штукенция. В общем, мне нужно сделать файлик YAML с этими параметрами. И все культурно прописать. Давайте сюда закроем. Сюда. Давайте здесь делаем файл. Apache. MyWebPage. Я мог чуть такое назовем. И здесь надо писать вот это. В принципе, все. То есть я посылаю. Это мои партии, как в variable, с которой я хочу заслать. И в этот чарт. Clone.htd.doc.for.git. Enable.true. Моя репозитория. Откуда взять. И branch. Branch там main. Все. Все готово. Я хочу задеплойить вот это дело теперь. То есть можно сказать вот так вот. Helm. Вот что он уже будет запустить. Install. Custom Apache. Bit. Nami. Apache. Apache. И какой-то у нас Apache. MyWeb. Page. Я бы. Вот такую штукенцию. Сохраняем это дело. И давайте задеплоим. И все. По идее задеплоим. Делаем CubeCity L. Get. SCC. Тут Custom Apache. Можно подождать пока этот лот-балансер поднимется. И по идее там все наш мой весь сайт скопировался должен был. И мы даже будем видеть наш веб-сайт. Открылась. Открылась. Все готово. Да, это моя страничка с этого с GitHub. Все, она поднялась. И так вы можете здесь куча, 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 куча этих variables, переменных. В общем, настроить ingress контроллер тоже ваш. Вот видите, ingress здесь есть, пути прописать. Все можно. Здесь супер конфигурируемый, супер reusable. В общем, ну реально, очень-очень много вещей можно сделать. В общем-то и все. Вот так вот и можете попробовать сами задеплоить. Должно быть все просто и легко. А теперь давайте покажу, как удалять. Вот холм-лист, наш лист. Удалять очень просто. Delete и название. Допустим, Up. И холм удаляет абсолютно все, что принадлежит AnnoWab. То есть он deployment, сервисы и все-все-все, что принадлежало. Все, где-то видите. И так можно удалять абсолютно все. Также, как-то, alias команды это холм-уинсталл. В общем-то и все. Субтитры сделал DimaTorzok